всем доброе утро давайте я немножко расскажу вам про наши планы на сегодня мы сейчас поедем в торонто сегодня потому что нам нужно поделать там последние свои дела кое-какие плюс поздравить федина на своих работников и общем с наступающим праздником поэтому сегодня последний день когда мы едем в торонто я абсолютно не представляю какой формат будет иметь это этот выезд а мама влезла в старое пальто я все хотела его продать в итоге я в него влезла и подумала зачем я продаю я могу не уходить сама вот такие небольшие колоколом рукавчики нам посылочки пришли я тут кое-что заказала сейчас вам покажу а это кому мне не мне будем смотреть писем какие-то почту давно не проверяли вы пришли проверить посылки так я заказал два вот таких вот чехла на чемодан один вот такой вот русской тематикой это другой бренд не тот который я заказывал изначально я вам дам ссылки под видео где я заказала на амазоне канадском еще не пойму как ими пользоваться тут вот тоже какие-то липучки где они господи липучки что-то такой я еще не разобралась очень будем смотреть вот и вот такой вот какой-то рисунок не знаю посмотрим посмотрим вот тоже такая же система вот как трусы такие собственно да сейчас пойдем пить че так вот их англичан файф уклок у меня три уклок в общем чем мы пьем чай вот мой чай здесь на какой-то зеленый с апельсином или что-то короче ерунда но пока есть и здесь меня такое сорти из сушеного финика о чем говорю господи как он называется инжира из сушеного абрикоса который вам показывал знаете для меня этот абрикос имеет исключительно вкус шоколадки то есть когда я его пью с чаем не ощущение что я просто ем шоколад я не знаю почему это зависит от от сорта или от того что этот как бы абрикос его состав да это абрикос высушенный на солнце то есть как бы ну достаточно простой состав и получили и даст до достаточно простым способом это просто шоколад для меня вот я когда ем правда вот вкус шоколад как будто я ем шоколадку очень приятно попить чай чем-то таким натуральным в то же время очень вкусным и сладким вот и вам приятного аппетита пожалуй мне дошли руки до того момента как еще буду разбирать эти пакеты вот по этому методу который вы мне рекламировали сейчас посмотрим что из этого выйдет я тут затеяла глобальную уборку ух ух Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А мы пойдем сейчас скачаем какой-нибудь фильм И, наверное, посмотрим, может быть, один дома все вместе или еще какой Сейчас они мне только здесь уберутся Ой, я решила вам показать, чем я пользуюсь Что заставляет мой вечерний уход Честно говоря, сегодня я попробовала вот этот полотенчик Как это? Скрабирующий полотенчик в душ Утро очень понравилось Вот какие-то мелкие шершавости кожи Там, знаете, на разных участках еще что-то Вообще кожа, правда, очень приятная И это первое Вот, но если им пользоваться, я думаю, на постоянной основе То вообще кожа будет отменной Я прям очень довольна, что им купила Сейчас вот пойду, беру его в Москву с собой Дальше, давайте посмотрим Ну, поехали, чего вам показать Поехали Итак, первое, что я использую, это вот такое вот мицеллярное воду для снятия макияжа Я вам показывала полотенчик розовый Им я пользуюсь вместо него Но так как сейчас я уже начала собирать чемоданы То очень много я уже убрала с собой Я вам это потом покажу Поэтому на данном этапе я пользуюсь этой мицеллярной водой Тем более мне все равно надо ее доиспользовать Но, повторюсь, мне все равно Господи, на каком расстоянии я была Но, повторюсь, мне все равно очень нравилась В смысле, то полотенчик классный розовый И поэтому я планирую дальше использовать только его Но пока его я убрала, использую вот эту воду Дальше, после того, как я отмыла лицо, так сказать Я использую совместно Кларисоник И вот этот вот очищающую пенку от The Face Shop У меня с лимоном Но это не так важно У них много разных вот этих вот очищающих пенок Мне нравятся абсолютно все у них И Кларисоник У меня Кларисоник Мия в восторге Я считаю, что Кларисоник должен быть у каждой вообще женщины Ну, учитывая, что вот это такое супер полотенце То я еще не разобралась Нужен вообще будет Кларисоник Но я считаю, что это классная вещь И очищает, конечно, лицо Он так, как, ну, ничто другое вам лицо не очистит После того, как я, упси, все это почистила Я наношу на лицо тоник В данный момент у меня вот этот вот рисовый тоник Который я вам показывала вчера в покупках Мне очень нравится У него не помпа, ничего такого У него вот такой вот дозатор У него очень нежный рисовый такой запах, знаете Класс, класс, класс Мне очень нравится Пока нравится Ну, как, два раза пользуюсь всего После этого, давайте сюда Есть варианты Либо я, ну, точнее, всегда я наношу Вот этот вот от Face Shop На основе семян чия Здесь без воды вот этот вот крем для глаз На данном этапе Дальше вот этот вот от Birds Bees Бальзам для губ И, как правило, потом я наношу Вот этот вот крем для лица От Derma E с витамином А В принципе, его я наношу также на руки На шею, иногда даже на тело И вот здесь так много Что я вообще не представляю Как его можно весь израсходовать Это у меня такой вечерний уход Иногда, иногда Я теперь стала Вот сейчас конкретно буду делать Но я вам все равно ее покажу Буду наносить вот такую вот увлажняющую маску На всю ночь на основе водорослей От тоже The Face Shop Сегодня вот попробуем Она по цвету белой Ничего особенного Попробую, потом вам расскажу Если до того, как у меня появилась эта маска Я могла бы использовать также Уже поставить некуда Вот такой вот скраб Вот чистая линия Но будем фокусироваться Вы его все прекрасно знаете Абрикосовые косточки Но, честно говоря, сейчас Он для меня стал очень, знаете, таким Ой, сейчас, дайте-ка закрою дверь Они там шумят Очень жестким И, как видите, я вот его не так много использую Что-то я сейчас перестала его использовать Он очень повреждает мне кожу Ну, не то, что повреждает Короче, очень жесткий для меня стал Два раза в неделю Я стараюсь делать маски для лица Честно говоря, не всегда это получается Иногда тупо лень Например, вот такая вот от Корон На термальной воде Увлажняющаяся гиалуроновой кислотой И водорослями Она мне, в принципе, нравится Она очень хорошо увлажняет лицо Но ее нужно массировать Потом держать Потом смывать Это так долго Поэтому я ее не так часто использую Гораздо больше Ну, тут, блин, а санжи Я вам ничего нового не покажу Гораздо чаще, точнее Слушайте, девочки Что-то мне сейчас стало казаться Что я уже снимала для вас такое видео Если снимала, сори Я точно снимала Но не уверена, выкладывала ли я его Вот такие вот две маски Вот эта вот на основе какао А вот эта вот Панкин Хани Я вам могу показать Что ее я использую гораздо чаще Потому что ее у меня, как видите Уже не так уж много Очень мне нравится ее запах Вообще, вот эти маски от Андалу Нейчурас Мне очень нравятся Но я вот сейчас в поиске Какой-то идеальной Именно очищающей маски Если вы знаете, посоветуйте мне что-то Прям вот очень мне нужна И вот, как видите, какао Она прям и запах у нее такой шоколадный Вообще, как бы класс Ее не так много Точнее, ее у меня здесь достаточно много Использую ее не так часто Глеб очень боится моего лица Когда я ее использую Поэтому я чаще использую вот эту Это с гликолевой кислотой Это, ну, по-моему, просто там какая-то маска В принципе, это весь мой уход Чем он... А, давайте я вам также еще покажу Мой утренний уход Утренний крем у меня вот такой вот Ацукин Вот просто увлажняющий крем Это австралийская марка Он идет с дозатором Что мне очень нравится И его у меня осталось не так много Я не могу вам показать, сколько его Столько, походу, дело Вот, нравится Очень хороший такой дневной крем Быстро впитывается Неплохо увлажняет И на него хорошо ложится макияж Для тела я использую Вообще, я использовала до этого просто Масло миндальное Но сейчас у меня его осталось очень мало Я положила его с собой в Москву Поэтому достала вот этого своего такого старичка Nature Secrets Какой-то, в общем, здесь смесь масел Ну вот, смотрите Вот она, смесь масел Вот Состав такой вроде бы неплохой В общем, использую его Но, честно говоря, если говорить вам откровенно То масло миндальное мне нравится гораздо больше В качестве для волос Как называется? Лак для волос у меня Вот этот вот От Джованни Нравится уже вторая баночка Дальше давайте я вам сразу покажу Дезодорант у меня вот такой вот Вот, натуральный Максимально натуральный, так сказать Вот И, в принципе, иногда Я, кстати, наношу на лицо Сейчас почему-то я его Не так часто наношу Но вообще зимой Видимо, когда уже станет совсем холодно Я буду наносить вместо всех своих кремов Просто Макадамиоуэл Либо сначала масло, потом крем Его у меня, по-моему, тоже осталось не так уж Да, там чуть-чуть осталось Но, в общем, когда закончится Я думаю, что куплю себе просто Органовое или миндальное масло И это, в принципе, все Кстати, девочки, сегодня я попробовала Вот этот вот шампунь для Давайте чуть-чуть фокусировать Шампунь для кистей Слушайте, правда, хорошо вымывает Действительно, очень быстро Очень эффективно вымывает кисти Единственное, что у меня в кисти для тональной основы Уже не вымывается Знаете, там вот в самом На самом-самом-самом, так сказать Корешках Не вымывается давно уже тональный крем И он мне, конечно, его тоже не вымыл Постарался, но, конечно, не идеально Понравилось Могу всем посоветовать За его цену отлично Как бы гораздо лучше, чем бьюти-блендер Ну, по цене лучше Но по качеству не знаю Ну, вот мне очень понравилось Я прям очень сомневалась Покупать или не покупать отдельно Так как я мою просто обычно мылом Или шампунем, знаете, того стоит Нужно иметь отдельное, наверное Потому что оно как-то лучше работает Чем обычное средство В общем, вот такое вот было видео Какие-то свои шампуни Это я показывать не буду У меня уже все закончилось Поэтому, когда куплю новое, я вам покажу Все, всем пока И спокойной ночи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому